Здравствуйте, здравствуйте, люди! Сегодня я попытаюсь поговорить и поразмышлять вслух об интереснейшей теме «Замысел писателя-сочинителя». Надо сказать, что эта тема не только захватывающе интересна, она еще и таинственна. Все-таки мы не можем с такой уверенностью, как про таблицу Манделеева, сказать о том, что такое замысел. У сочинителя. И к чему вообще относятся эта проблема замысла? Это метафизика? Это психология творчества? Или это технология творчества? Вот сейчас много существует книжек посвященных как раз технологии сочинительства текста. Именно технологии. Я некоторые из них даже почитала, полистала. Там написано, как лучше выбрать героя, как он должен разговаривать, как лучше строить фразу, поставить и так далее. Вот такие технологические вещи. Это именно для художественных текстов. И может быть, они и могут кому-то пригодиться. Но, конечно, мы понимаем, что эта технология выпарена, значит, как соль из воды, из неких текстов, которые в момент сочинения их не предполагали такой степени технологической оснастки. Проще говоря, каким-то образом нам делали интересно и совершенно невооруженные этими знаниями люди. Ну, совершенно точно так же, как кто-то построил какие-то люди, даже фамилии у них вроде есть, собор Святого Петра в Риме. И не было решительно никаких современных технологических приспособлений для этого. Тем не менее, это было сделано. Значит, были тайны древности, да? Люди что-то знали. А и нельзя сказать, чтобы осталось много свидетельств от той поры, когда сочинялся Горгутяй Пантагревель, когда сочинялся Лемель Голивьер. Эти писатели, значит, титаны, они тогда, если и переписывались, то мало что сохранилось. Если и писали что-то о себе, то тоже мы плохо знаем, так предполагаем, что в общем, свидетельство очень немногочисленное. Я взяла эти два произведения, потому что, ну, бесспорно, бесспорно, да, крэм-де-крэм. Горгутяй и Пантагревель, величайшее сочинение Лемель Голивер. Это мое любимое сочинение, я его часто перечитываю и мечтаю. Вот, думаю, надо написать одну книжку, как Голивер, и все. И на много веков отдыхать, потому что больше ничего... Ну, что, да как он это написал? Этот, ну, очень желчный, действительно, человек, который писал только фильетоны до этого. И великолепные, очень злобные, яркие фильетоны, их можно перечитать, но, конечно, они никуда в сравнении не идут с Голивером, в котором кроме сатира есть что-то еще. Вот то самое вещество, понятно, на которое нам сейчас хотят препарировать, написать рецепт. Вот столько-то, столько-то этого добавить, столько-то этого добавить, столько-то этого, и будет текст. Итак, у нас есть некие свидетельства о том, что создание произведения предшествует некий замысел. Сейчас предпочитают, говорит, идея, даже иногда схема. Я знаю такой рассказ Евгения Ильича Шварца, драматурга, который написал огромные дневники потрясающие. Наверное, это главное сочинение его жизни, естественно, никак не рассчитывая ни на какую печать. Он хотел просто научиться писать прозу, но, естественно, он и умел ее писать. Он был человек дружелюбный, приветливый, очаровательный. Вот буквально, какой вот нам представляется писатель из «Золушки», «Обыкновенного чуда», вот он такой и был, без обмана, удивительно. Его любили, обожали, он ко всем ходил в гости. И однажды в гостях у Константина Федина. Хотя Шварц написал вроде бы немного, но все очень живучи оказались его фильмы и пьесы. А Федин написал гораздо больше, там, трилогия «Братья», ну, что-то. Все осыпалось в истории, хотя было ничего себе качество. Он пришел к Федину и увидел, что у него такие большие листы, на листах кружочки, а крошечку, тут стрелочки, и он, значит, в ужасе подошел к этой схеме. А там был еще тоже писатель крепкий, типа Оренбурга, ну, кто-то вроде. И так с ужасом Шварц на это смотрит, а что, говорит, а это, говорит, план моего романа. И там вот эти все стрелочки, крошечки, все, значит, Шварц в полном ужасе на это смотрит. А что такого, говорит вот этот условный Оренбург? У меня точно так же, а как иначе писать? Шварц пошел, подумал, что нет, никой не писатель, я импровизатор, что такое. И за три недели написал там обыкновенное чудо. И у меня не было вообще никаких кружочков, и я даже вообще не себе не представляю, как, зачем это и почему это существует. Так же, как пугали его серопионовые братья в юности. Это, вот, скажем, действие происходило в середине 30-х, в конце даже 30-х, может быть, даже в 40-е. А серопионовые братья были раньше, в 20-е годы, и там царствовал Виктор Борисович Шкловский. И они утверждали, что произведение, это набор стилистических приемов, что, значит, и так далее. Ну, это все, об этом во всем можем узнать из истории литературы. И тогда уже писатели очень хорошо себя сами выслеживали, оставляли много свидетельств. Вот, даже сочинялись статьи типа «Как я пишу? Какие мои замыслы?». И Шварц тогда еще, общаясь с ним совсем, ничего не мог понять, как можно выбрать стилистический прием, сесть и начать писать. Что это такое? Зачем это? Вот такое недоумение волшебника старинного покроя, потому что, конечно, Шварц был того же покроя, что какой-нибудь Андерсон, или Свифт, или Раблей, или кто-то вот из рассказчиков, которые сами, я думаю, совершенно не понимали, как они пишут, и думали, что это и не надо знать. А кроме того, было хорошее объяснение, подробное и развернутое, оставшееся еще от древних греков. И оно касается именно метафизики творчества, что есть Аполлон, покроитель искусства, у Аполлона есть музы. Вот, есть такие главные музы, а есть такие еще, еще сон попроще, которые прилетают к поэтам, писателям и художникам, и внушают им татурой образов, как-то делают проводниками, пусками. У поэтов еще, кроме того, есть Пегас. На Пегасе поэты и сами могут ускакать, и, значит, набраться оттуда неких звуков, чувств. Иду, вернуться обратно. Как Магомета Джабраил так же возил, и не успела вода пролиться, так и поэты. А Магомет и был поэт, как вы знаете. Так и поэты, вот они на Джабраиле, но на Пегасе, могут тоже где-то увидеть мироздание, вернувшись сообщить. Это метафизика, и она держалась довольно долго, и сейчас еще рудиментарно она существует. Не то, чтобы там уж прямо верили, буквально, или, по крайней мере, впрямую не сознаваясь, вот такое вот сверхъестественное происхождение своих замыслов все-таки в тайне многие поддерживают. Иногда и не очень в тайне, но все-таки, согласитесь, нельзя спокойно в первом веке сказать, а у меня Пегас есть, вот у вас нет Пегаса, а у меня есть Пегас, говорит, например, Вера Павлова. Почему я пишу такие хорошие стихи? Потому что у меня есть Пегас. Она же может только в шутку это сказать, но не скажет, что раздается какой-то гул, в действительности исчезает, что-то происходит со мной. Потому что с очень многими пишущими ничего такого не происходит. А с читателями по-разному. Бывает, что читатели действительно тоже челкнутые, и они тоже что-то там слышат, просто пока еще не пишут, но, конечно, будут писать, может быть, не печатать, но писать. А есть читатели, которые тоже считают, что мир достаточно устроен рационально, и, во всяком случае, надо стремиться поддержать его рациональное устройство. Есть набор технологий. У тебя есть способности, значит, к тому, чтобы изложить свои впечатления от жизни. У тебя есть идея написать роман о современнике, который прошел тяжелый путь наркомана, потом уехал в Донбасс, потом вернулся, открылся. В общем, как будто ты придумываешь историю, берешь героя из себя, со своих знакомых, и он садишь и пишет. Какой замысел? Это вот такая вот идея. Какой был замысел у Александра Фадеева, который приступил к роману «Черная металлургия»? Этот роман так и не был. Ну, был роман «Черный», ну, как, был роман под фермы «Бруски», там, это «Цемент», «Гладко». У этих писателей, надо сказать, были очень понятные, понятно устроенная голова. И у многих сейчас современных писателей, не только русских, а вот и американских, у тех, кто читает эти книжки, как написать роман, у них точно так же встроена голову, просто другая идеология и все. И написывают они по заданию других властей. Они так прямо не сформулированы, конечно, как формулировал Зоя Зоя Таврич Сталин, но на самом деле технология такая же. Вот это предельный рационализм. Я хочу показать, как возрождалась там металлургия после войны, до войны, когда там в течение стольких-то лет я сажусь, изучаю материал, потом сажусь и делаю. Какого тут может быть замысел? Никакого тут и не должно быть замысла. Вот. Это вот такое производство текста. Человек фабрикует текст. Иногда они никуда не годятся. Хотя Фадеев работал на неплохом уровне. У него там по части антагонистов, вот этот такой-то, такой-то, любовная линия, описание материала. У него все было в порядке. Другой дело, что вряд ли кто-нибудь при какой-нибудь погоде это откроет. Ну, так что же делать? Кто-нибудь через 10 лет вряд ли откроет какой-нибудь современный детектив, который сейчас очень известен, популярен, и все его читают. Это вопрос, значит, запутанный. Ну, мы понимаем, что вот есть производство текстов. И они могут быть даже очень-очень даже неплохие. Вот, скажем, в лидерах продаж у нас сейчас кто? У нас роман «Бабий ветер» Дины Рубиной. Я его непонятно прочла. Я время-то время читаю Дину Рубину. И самое лучшее, что она пишет, конечно, это Ташкент, ее детство. Советский Ташкент. У нее очень такой яркий, хороший чувственный аппарат, память. И она замечательно доносит эти впечатления. Вот «Бабий ветер». Я даже думаю, что это название жанра. Вот-то не надо ничего говорить. Роман написан в стиле «Бабий ветер». И мы решительно понимаем, что будет. Да будет такой бессвязный, очарательный рассказ о трудной женской жизни. «Бабий ветер». А при том она, значит, взяла... Это действительно, так называется, ветерок на Камчатке. На Камчатке страшные ветра с моря дуют и все. Но есть в какой-то момент очень теплый, ласковый ветер дует. Несколько дней. И бабы бегут стирать ее шепелье, потому что очень хорошо высохнет на этом ветре. Ну, тут человек нашел такой образ. Работа проведена. Она вообще работает. Вот советские пионерки бывшими не бывают. А она замечает какие-то вещи. У нее, например, есть записные книжки. Спрашивает подруг об их же. Все заносит. Вот очередная книга. И там видно, что проведена работа. Действие происходит в Советском Киеве. Когда-то форма письма. Вот и форму придумала. Ей пишет женщина-косметолог, работающая сейчас в Америке, живущая в Броклине. И она какие-то подробности пишет своей подруге-писательнице. Ну и заодно вспоминает всю свою жизнь. Советский Киев, вот этот Броклин. Ее обязательно из каких-нибудь интересных, экзотических мест. А муж у нее с Сахалина. Там идет описание Сахалина. Очень интересно. В общем, все читается прекрасно. А сейчас вот даже я не знаю, стоит ли тянуть сюжет. Потому что такое внимание рассеянное. Отложил, вернулся. И не надо вспоминать, кто там, кому Иван Иванович и так далее. Все хорошо. А то кусочек, еще кусочек. Еще, значит, анекдот, небольшой сюжет, лицо человека. Зарисовки. Совершенно я абсолютно не против этой книги. Но сказать, что у него есть замысел, я не могу. Вот в том старинном смысле слова, что писатель сидел, прискакал кто-то. Внушил, писатель сказал и бросился, значит, без того, что сразу вдруг увидел, что сразу. Почему такие книги, мне кажется, не имеют замысла? Потому что замысел, видимо, там, где вымысел. И умысел. А промысел? И промысел, конечно. И промысел. Видимо, все-таки, если человек просто оформляет череду жизненных впечатлений своих, знаний, впечатлений, каких-то, значит, ситуаций, просто оформляет в книгу, то здесь вот такой некий обращаться к какому-то мировому банку идеи и образов не надо, потому что человек сам справится со своей жизнью, со своими мыслями, со своими приятелями и приятельницами, которые дадут ему. Он сам справится. А вот если идет какой-то момент отрыва от наличной действительности, и что-то такое жизни предлагается, а не только от нее извлекать, вот, наверное, тогда есть смысл говорить о замысле. Сами писатели, мы, конечно, что знаем о замыслах? То, что они нам говорят, но они же люди ненадежные. Можем ли мы вот так вот доверять тому, что они... Я не знаю. Очень может быть, что они часто путают следы, что-то скрывают, или только проговариваются, но не говорят ясно. Ну, у нас есть Пушкин, а он говорил ясно. Он же сказал, что даже свободного романа «Я сквозь магический кристалл еще не ясно различал», еще не ясно, но различал. И это был кристалл. То есть нечто вполне цельное, что еще никак невозможно рассказать и объяснить, что это, пока ты не написал вещь, ты не можешь рассказать, что это. Но у тебя что-то возникает уже в своей целостности, как в зародыше человека уже есть вся возможность человека, и в зерне есть вся возможность будущего растения, в зерне и в семье. И так, значит, замысел имеет тебе будущее произведение. И дальше вот нет больше радости, чем это произведение вырастить для сочинителя, ты его получил. Оно невозможно к описанию словесному, оно просто есть там тебе в глубинах сознания, подсознания. И ты начинаешь писать, вот его выращивать и рождать. И, наверное, для сочинителя нет больше радости, чем сказать, что я справился. Да, я сделала это. Как Пушкин сам себя похвалил, потому что с Борисом Годуновым ему показалось, что он справился. Знают ли сами авторы, вот почему и зачем приходят замыслы, надо сказать, что часто не знают почему. Некоторые знают, думали, изучали, и вдруг пришел образ, и хорошо, и пошла работа. Иногда на много десятилетия она затягивается, как у сфалстом он Год. А иногда неизвестно почему, вот пришла вещь, и все, и надо что-то делать с этим. Иногда замысел столь грандиозен, что кажется, что надо написать не одну книгу, а много книг, чтобы объяснить, что ты имел в виду. Так было с Бальзаком, с чеченской комедией, из-за ля с Ругон Макарами. Причем нам-то сейчас, когда мы читаем тех же Ругон Макаров, кажется, что каждое отдельное произведение вполне себе несносное по риторике, но вполне интересное по картинам и так далее, можно было и не связывать. Но нет, у него есть произведение, которое связывает всех Ругон Макаров, их там сотни. Называется «Доктор Паскалин», одно из последних. Страшное совершенно произведение, там дядя же с племянницей женится на них, потому что уже кошмарно идет. И он родословно этих Ругон Макаров, которых писал Золя вот эти сорок или сколько-то лет, они везде, и чрево Парижа, это Ругон или Макары, и деньги, и все-все-все-все. Там персонажи они или Ругон, или Макары, а несчастный доктор Паскаль рисует это грандиозное дерево, и выясняется, что это дерево вырожденцев и дегенератов. Что безумие, значит, дегенерация, это удел почти всех этих Ругон Макаров. Там подводится черта под Францией после Седана. Вот, и эта черта, как сказать, вот трудно с ней поспорить. Вот, и тогда понятно, что почему человек так долго, мучительно работал, он хотел выразить собой конец блеска, значит, французского, конец его последней, что есть, и там уже живопись-то, у них Ругон Макары и здесь тоже, и потом доктор Паскаль, и все. То есть понятно, что когда этот замысел явился, он как-то явился Золя, и он его все время мучил и побуждал писать и писать. Когда явился он страшно боялся не справиться со столь величиной картиной, с сотнями, значит, лиц и так далее. Ну, однако же Насулат он справился. И тем не менее Насулат он не справился. Все-таки Золя у нас распался на... Ну, что Ругон Макара? Мы так теоретически знаем, что Ругон Макар. Я поставила такую задачу, меня заинтересовал этот Золя. Я поставила такую задачу понять, а что значит, зачем эти Ругон Макары. И он добрался до этого последнего романа и поняла, в чем дело. Нет, все-таки он распался на отдельные романы. Вот вряд ли мы найдем сейчас человека, который... Прочтет все там 20-30, сколько их есть, и поймет эту задачу. На отдельные романы остались тоже неплохо. Но вот такие грандиозные мысли были у писателей XIX века очень часто. Что никак не справиться, нельзя написать рассказ, невозможно какую-нибудь повесть, или надо что-то такое, чтобы герой двигался. Они чувствовали какое-то очень мощное движение жизни, истории, науки, познания. И хотели как-то адекватно выразить. Поэтому иногда им являлись замыслы, перед которыми они послали, что нет. Вот сейчас я это напишу, а потом напишу уже это. Так Достоевский откладывал, у него была совершенно грандиозная идея одна. Но он ее все откладывал, тут немножко я ее задел, пишет в идиоте. Но нет, я еще, еще, еще. Потом мой герой, а ну не получилось. Получилось как получилось. Все-таки братья Карамазовы, это отчет. Как говорил Василий Розанов, тут тварь исповедуется творцу за 2000 лет. С своего страдания и напрасных попыток понять его. Тварь исповедуется за 2000 лет. Вот такие, значит, были замыслы. Очевидно, что теория прихода, откуда-то замысла к расположенному лицу, она существовала довольно долго и влияла на писателей. И, скажем, Алексей Константинович Толстой написал знаменитое стихотворение в 56-м году. «Тщетно художник ты мне ишь, что своих творений создать вечно сияли». То есть там так, значит, изображает поэт «Дело», что творения эти были вечно. Тебя только к ним допустили, ты что-то ухватил. И, значит, не перечисляют, что и Гомер, и Фауст Гёте, конечно, и Бетховен. Вот эти звуки тоже, они были всегда. Бетховенов как-то их, значит. А дальше целая программа Алексея Константиновича Толстого для юного человека, желающего проникнуть в эту копилку замыслов, в банк информации, как сказали бы мы сейчас. Значит, где эти чудные образы роятся и так далее. Значит, будь слеп, как Гомер, глух, как Бетховен. Будь одинок, огради себя от всего, от всякой суеты и шумы. И жди. Вот там можете прочесть, там все это прекрасными стихами, свойственными Алексею Константиновичу Толстому рассказано. Но если свести к технологии, технология такова, аскеза от решения, от шума мира, сосредоточенность на каких-то своих внутренних мелодиях, и тогда в мелодиях, словах на своем, и тогда вот тебе могут прийти пути выхода, значит, вот туда. То же самое мы часто встречаем в разного рода практиках духовных и так далее, чтобы что-то понять, чтобы связаться с чем-то, что тебя превышает. Это, конечно, от шума сегодняшнего мира тебе нужно каким-то образом оградиться. Или, как я говорила, значит, перипетинерться. Ну, это же если человек решает, что жизнь писателя некое приключение причудливое, иногда страшное, потому что при контактах с этим миром, куда так, не то чтобы призывает, но заманивает нас попасть. Алексей Константинович Толстой бывают самые тяжелые и страшные происшествия. У нас много примеров таких в литературе. Скажем, несомненно, сумасшествие Силда Горшина было связано с тем роем образов, которые к нему приходили, о которых он нам рассказал. Несомненно, это был человек с замыслами, прямо скажем, с образами, с видениями. И красный цветок, мучивший его, я думаю, что это вряд ли можно рационально сесть и сказать себе, дай-ка напишу я про сумасшедшего и красный цветок. Нет, это что-то такое вот уже, может быть, из человека, только из глубин, не из его рационального сознания. Так я там. Ужасная история с Форобелем. Но это продолжение темы местия демона. Знаете, князь ему не любит, особенно проявление о нем. Единственное, что ему понравилось, это Фауст. Это говорил не я, это говорил поэт Яков Петрович Болонский, который утверждал, что Тетя был прославлен личным Мефистофелем, которому понравилось его изображение. А так, тема опасная. Конечно, Лермонтов это уж, да, но есть еще более ужасный. Лермонтов просто погиб молодой. Он себя не потерял, он остался Лермонтовым. Он вполне себе предсказал свою смерть. Может быть, даже напрашивался на нее, искал ее. Такие есть теории. Есть более страшный пример. Это Михаил Рубель. Он не был писателем. Может быть, писателем полегче. Они как-то изливаются в словах. А он видел этого самого демона, хотел нам показать, как он выглядит. Был молодой, веселый художник. Влюбился в красавицу Забылу. Она была певицей с необыкновенным голосом. Для нее писал Римский Корсаков все свои главные женские партии. Снегурочка там и так далее. Она была его муза, при том, что это было все чисто так, творчески. Ну, писала для нее, для Забылы. Ну, вот в Рубель на ней женился. Прекрасная пара все. И начинается безумие с этим демоном, который он пишет, переписывает, бегает даже на выставку. И начинается один приступ, другой, третий. Сам пошел однажды сдаваться в сумасшедший дом. И это стало сходить. Короче говоря, вместо цветущей прекрасной жизни, вот, мрак, ужас, все в руинах. Есть летопись жизни Михаила Рубеля, ну, то есть, без слез читать невозможно. Это случай, когда очень разрушительным и страшным оказалось соприкосновение с банком информации, копилка идей с образами, стоящими, вот, метафизическими образами. Вот. То ли он такой был впечатлительный, то что-то поселилось у него в голове. И стало производить эту разрешительную работу. Нет, я как раз использую вот эту систему старинных образов. Бог, дьявол, там, демоль. Мне кажется, она страшно выразительная. Что, мусору лучше ничего не придумаю. Ну, будем говорить какую-то кучу терминов вместо вещей достаточно поэтических. Вот, Деница, Люцифер, Патшанг. Так красиво. Вместе с ним куча народу пала. И потом у них разные были отношения, истории, там, мироустройство демоническое. Есть такая книжка, народные сказки, всякие байки о черте. Ну, это невероятно смешно. Ну, например, почему они хромые? Потому что хозяин без этого... Каждый день хозяин их собирает, требует отчета, что они загубили за день-то. Вот. А когда ему не нравится, он бьет смертным боем. Хвосты, ноги ломают. И поэтому они все хромые, косые, крючие. Ну, дико смешно. Ну, короче говоря, что я пользуюсь этим, потому что, мне кажется, это совершенно выразительная, хорошая, устойчивая система памяти. И, кроме того, он очень долгое время работал и плодоносило, приносило нам очень пленительный художественный образ. Ну, в результате, что мы к чему подбираемся? Что можно писать и без вот этого самого некого чудного замысла. Но это, как правило, если ты оформляешь мысли, впечатления о жизни, пишешь автобиографию, например, что тебе за мысль. Ну, как-то так выстраиваешь, конечно, в голове какой-то образ есть, может, мелодия какая-то раздается, интенс, речевая. Но вообще тут можно обойтись. А вот если ты что-то хочешь замыслить, измыслить, премыслить, то, наверное, книжка целиком технологически-рациональная, конечно, счастье ни тебе не принесет, ни людям. Ну, заработаешь, там, поедешь на море, там, ну, немножко заработаешь, а может быть, немножко, кто знает, как повезет. Но ничего при этом такого не случится необыкновенного, обыкновенного, чудесного. Вот. Надо сказать, что замыслы и сейчас бывают. Например, когда Стивена Кинга за мной спрашивает, откуда он берет, там идеи все-таки говорят. Откуда он берет свои идеи. И он честно сказал, что вот несколько раз были такие первоначальные образы, которые сильно как-то его задевали, оставались. И вокруг них сразу очень быстро что-то такое еще шло какое-то на слоение. Так, он увидел женщину, которая пытается заткнуть щель в самолете, и ее туда высасывают. И потом он написал Лангольеру. Ну, это одна из лучших его вещей. Лангольеры. То же самое было с Сиянием. Что-то такое он увидел. Сам первый образ. Ну, надо сказать, что Оверлук, отель Сияния, это мегаобраз. Во-первых, он воздействует прекрасно. Он не забывается никак. Я очень давно читала Сияния, но прекрасно помню все, что там происходит. То есть, вот он пошел за этим, возникшим, привидевшимся ему образом, и вполне себе интересное сочинение написал. Но надо сказать, что какие-то книжки Кинга, кажется, мне написаны без таких замыслов. Вот просто решил, какая-нибудь такая была зацепочка. И вот он просто начал, как говорится, как Дина Рубина, работать. Ну, тоже хорошо. Появилась книжка и так далее. Но какого-то вещества, не... Вещества вот такого, которое мы добываем сочинители, кто с трудом, кому посчастливится без труда, вот это вещество. Вот, значит, и там его нет. А в некоторых вещах есть. Я сердитой в шутку в последнее время говорю, что мы наказаны за плохое поведение, лавочка закрылась, и вот мелодии не слышат, композиторы не слышат мелодии, а тут только цепляют там нотку за ноткой. А вот того, что описывал Алексеевич Толстой, нет. И что и с сочинителями тоже отчасти такое происходит, что вот лавочка, банк идей, или как там, копилка, что там, дорожка, тропинка, музы не пролетают, пегасы дохт, не знаю, что происходит. Но при всё большей и большей технологичности и рационализации исчезает вот это всё смешное, а вместе с тем и таинственное. А если в жизни совсем нет тайны, то она становится даже немножко неуносимой. Совсем нет тайны. Мы можем смеяться, говорить, что мы можем смеяться, потому что кто-то эту тайну держит для нас, и держат эти уголки. Пусть мы в них не заглядываем, кто-то это всё-таки тайну на Земле держит, поэтому мы, значит, можем заниматься всякими рационализациями и технологиями. И очень хорошо вперёд. Тем не менее, вот этот замысел, который является писателем, относится к числу вещей достаточно таинственных. И только, может быть, аспиранты сектора какого-нибудь, которые пишут диссертации там, М. А. Булгаков, замысел его плащей, вот они всё знают. Когда А. Булгаков задумал, чего задумал, как? А вот то, что он что-то увидел или почувствовал, или пришло у него вот это что-то, что он потом достаточно сложное, ему понадобилось три пластация взять, значит, три линии и такое огромное изобилие персонажей, чтобы выразить то, что он хотел выразить. Что это было? Вот никто не знает. Он сам где-то написал, вот я сжёг там роман о дьяволе, был у него роман о дьяволе. Ну что же это? Роман о дьяволе – это не такая вещь, которую можно просто сесть и сказать, дай-ка я напишу роман о дьяволе. Можно написать чёрную металлургию и цемент, но не роман о дьяволе. Ну, а теперь расскажу немного о своём опыте, столкновении с замыслами. Только небольшую часть. Ну, как складывалась моя жизнь. Ну, она складывалась отлично. Мне очень нравилось жить. Совершенно я не собиралась тратить год-два там на сочинение какого-нибудь романа. Бывало, напишу что-нибудь и брошу в дальний ящик тогда. На машинке ещё печатать. Господи, боже мой. Мне прекрасно жилось. У меня было двое детей. Сейчас они есть эти двое-двое детей. А двое детей – это двое детей. Потом мы стали переходить на компьютеры. Мне что-то ничего не понравилось. Я стала общаться руки, писать. И года три терзала редакция, потому что я писала эссе, заметки о театре, кино и так далее. Приносила таким довольно красивым почерком написанные листочки и издавала. Потом уже перешла на компьютер. Но в эту странную эпоху, в это странное время, в середине 90-х годов, я вот как-то вот так странно жила. Ходила в Институт истории искусств, но там только два раза в неделю надо было ходить, так начать что-то писать. Я что-то писала, изучала Александра Николаевича Островского. И, кстати, сказать то, что я тогда изучила, стала книжкой в «Схорах о России» Александра Николаевича Островского. И эта книжка дороженая, хорошая, она такая новая и душевная, довольно оригинальная. Это сборник эссе. Ну, короче, все пригодилось, но совершенно я не собиралась чудесную жизнь изводить. Так, думаю, когда-нибудь. Еще что у меня, ну, 30 там еще, ну, ладно, еще как-нибудь. А нет, так и нет. Ужасно, как это было, беспечное. Мне понравилось, что свобода у нас. Конечно, жалко, что сразу какие-то материальные начались трудности, но тем не менее мне нравилось, что свобода. Я так, ну, и купалась, так свободно можно писать и так далее. Только свобода. В экономике я ничего не понимала, просто блаженная такая. Вот. И случилось со мной происшествие. Стоял на свете 96-й год. У меня умер учитель. Мой любимый, Евгений Солоныч Калмановский. Я о нем рассказывала в книжке «Жизнь советской девушки». Человек, который просто вывел меня как-то на... в мир словесности. Любимый просто человек. Вот он умирает достаточно внезапно. Хоть он и болел, он умер. И вдруг череда смертей. Умирает близкий друг нашей семьи Сергей Курехин. И вслед за этим сразу умирает руководитель сектора источниковидия, вот куда я ходила два раза в неделю. Просто такой отец родным покровителем. Только череда. Три смерти одна за другим. Я была так потрясена. Я вылетела из инерции. У меня еще одно. Происшествие случилось. Я познакомилась с человеком, который произвел у меня очень сильное впечатление. Я же не скажу, что... Стараюсь, чтобы просто сильнейшим образом как-то этот образ этого человека меня впечатлил. И эти три смерти. Вдруг я оказываюсь одна. В городе, дети, там, в деревне. Муж мой уехал куда-то по делам. Я оказываюсь дни на пять, одна в городе летом. И вот тут вот начинается что-то страннейшее. Вот действительно некий гул-не-гул. Какой-то вихрь на меня обрушивается. Вот как будто дождь все время идет, а ты выходишь-попадаешь, а не выходишь-не попадаешь. А я попадаю под что-то. Вот в этом своем отчаянии, горе, сломке всего быта привычного, я попадаю под какой-то поток. А я не могу объяснить, что это. Потому что только отдельные слова и образы вычленяются, а все остальное как будто на меня падает. Я перестаю есть вообще, потому что у меня ничего не проходит. И пью только томатный сок. Вот он хорошо проходит. Поскольку у меня сломалась машинка на компьютер, я еще не пересела. Я беру стопку бумаги, зеленую шариковую ручку, сажусь и двое суток с половиной, не засыпая, я пишу пьесу, которая называется «Рождение богов». Она опубликована. У меня в сборнике моем с Сергеем Носовым и еще, по-моему, в книжке «Страва с птицей русской» по закладкам «Странная пьеса». Она может быть и странная, но она совершенно не странная. Ее просто трудно ставить. Все режиссеры, которым я давала, они говорили, что очень сильное впечатление произойдет пьеса, но вот они не могут понять, подступиться. Дело в том, что сюжет пьесы таков. В прологии собираются старшие боги и младшие боги. Старшие боги – четыре женщины, четверо мужчин, и две девушки, двое юноши. Они собираются, перуют, радуются. Но пришло известие хозяйки, которые наперут, что они должны родиться на земле. Вот эта вся компания богов. Но у каждого свое лицо. Почему-то еще белыми стихами. Для примера. Начинается как? 16-е всего? Нет, и 12. Четверо женщин, четверо мужчин. 8. Да, 8 плюс 4 – 12. Ариэль тут, называя себя Ариэль, говорит так, хозяйка дорогая, «Наинамура, мы рады вновь приветствовать тебя. И вина превосходная, и на вкус, и музыка все услаждает нас, все веселит надруженную душу. И, надеюсь, глядя на друзей, с которыми сотворено немало забавных и возвышенных миров, что собрались недаром и сегодня. Недаром бросил я четыре мира, где творят всех жизненных стихий, без меня они угаснуть не могут. Недаром начался я на властный зов, трой зов, дорогая, аинамура, и так ответить. А что значит этот зов? Какая цель у нашего собрания? Зачем мы здесь? И вот дальше, аинамура говорит, что должны родиться на земле, тянуть жеребий, кто кем будет. Родившись на земле, мы все должны узнать друг друга. Вот, и не оттолкнуть пришедшего к тебе усталого, замоченного бога. Все должны узнать друг друга, связанным быть узами для выполнения нашего плана. Мы должны быть узами, поэтому должны понимать и чувствовать, и тянем жеребий, кто кем, кому придется. Что-то я буду твоим мужем, я другом, там, и так далее. И один бог, значит, бог-калека, Тиотин его зовут, у него нет жеребия. Он говорит, ну нет жеребия. И он страшно обиженный, говорит, я вот неудачный бог, я бог-калека, но я приду, я приду, инамура, приду твоей собакой, собакой инамура, и спасу тебя от необдумных решений. Дальше они рождаются, у них другие имена, она, Нина, там, так далее. Все перепутали, конечно, ничего не... А потому что они еще там задумали, что у них там свои отношения и разборки, они там уже задумали. Все перепутали, все не так. Еле дотянули эту историю, ничего толком не сделали, но в конце собрались обсуждать разбор полетов, значит, и друг друга, и выяснять, что это такое было-то. Абтепа чего-то... И разобрались, что... А на самом деле все было правильно. Вот, так вот. Пролог и пилог в белых стихах, ну, а, естественно, эти сами картины, которые жизнь этих богов показывает, нам уже земных людей обыкновенно, кто кем стал, кто артистом, кто врачом, все разные должности, вот, и неприхие ребята, только все не так, как договаривались. Это, конечно, она комедия, так это божественная комедия, как Сидор Штук назвал свою вещь. Но, понимаете, вот я и говорю, что когда ты пишешь что-то, я родилась там, то ничего, нормально, сиди, сиди и пиши, с весельем, с радостью, с удовольствием, с аппетитом, желать и так далее. Но когда ты берешь за такую тему, как боги решили родиться, значит, на земле все перепутали, то, очевидно, ты что-то, какое-то гомеостатическое мироздание все-таки колеблешь. И вот чтобы, я двое суток без сна, зеленой шариковой ручкой, почти без помарок, вот, человек, и сразу, я знала сразу, что там восемь человек в прологе, двенадцать, то есть они все-таки, это не так просто, они должны как-то по очереди хотя бы говорить, у них отношения, это все выясняется, еще в теках. Как это вот, видимо, что-то со мной произошло, вот, выпадение из этого уюта, когда все ко мне прекрасно относятся, пиши себе эти свои, на четыре рецензии приноси, никого ты не напрягаешь, особенно, говорят, ну, старуха молодец, все у меня неплохо, вот, я еще молодая. И вдруг от этого горя, и от сбитой инерции, от того, что у меня очень сильное было впечатление, в общем, от каких-то разных факторов скрываются какие-то совершенно загадочные мои способности. Я после этого писал пьесы и с удовольствием, и вдохновением, и замыслы были. Также вот я не до... В прошлом году у меня было, там три человека, тоже я не знаю, так я подумала, что я хожу все время с этой историей написать, написать. Надо пойти, наконец, написать. Я уже села, написала. Вот это необычайная ясность, понимание того, что ты именно хочешь, без всяких творческих мук. Вот я столкнулась с такой историей. Вот. Я потом ее переписала. Эту пьесу так, с небольшими поправками стилистические, у нас, кстати, с небольшими. Сама поразилась. И стала людям давать. А люди так странно реагировали, как-то вот прочтят. Я говорю, да, да. Я снесла, помню, Петру Новичу Фоменко, то есть передали ему, он прочел. И сказал, что она совершенно великолепна, он не знает, как ее делать. Не знает, как это сыграть. Видимо, сам этот перепад очень сильный между богами, потом людьми и обратно, что это надо какие-то решения. Действительно. Может быть, она еще ждет своего часа. Там ничего не устарело вообще. Ну, какие-то смешные моменты 90-х годов, которые могли бы остаться. Нет, там можно их изъять. Совершенно ничего не устарело. Но вот, понимаете, я имела дело с замыслом. С таким грозным замыслом, который ко мне пришел, упал на меня. И что это было? То есть у меня не было до этого этой истории пропаганды. Не было ее у меня. У меня были другие замыслы. Некоторые я потом написала, некоторые нет. Но этого у меня не было. И вот откуда он взялся? Чтобы человек двое суток сидел, и у меня рука вообще онемела. И писал белыми стихами. Ну, это как-то что-то ненормальное. Мне кажется, что это ненормальное. Я сама вот сейчас может быть первый раз рассказываю такой большой аудитории какое-то странное происшествие было. Но надо сказать, оно меня переменило. Многое переменило у меня это происшествие. Прихоствовалось ощущение чего-то необыкновенного. Что жизнь может быть совсем не такой уплотненной, не такой и хорошо, что она материальна. Как говорил черт Иоанна Карамазов, люблю ваш земной реализм. У вас тут все так, у нас какие-то все неопределенные уравнения. у вас тут все так хорошо. Я понимаю, о чем он говорит, я его понимаю. Реализм. Я тоже люблю земную реализм. Все это я люблю. Я просто русскую книжку написала. Абсолютно люблю. Я такой классной патриот. Мне абсолютно не нужны никакие идеи русские. Мне нравится русский быт. Мне нравится квас, баня, период. Мне вот это все нравится. Люди, когда они добродушные и веселые наши люди. Лучше нету вообще. Или как Розного говорит, посмотришь на русского человека глазком, подмемерил на тебя посмотри глазком. И все понятно. Вот это я все люблю. Но оказывается жизнь может быть совсем другой. Инина, завержи это безумием. Какое же это безумие? Я работала как очень высоко организованный и точный механизм. Мне нужно было четко в форме пьесы записать идею «12 богов», которые потом родились на земле, еще всю их судьбу прочертить. И то, что там они обещают, что придут твои собакой, он приходит, когда она уже всеми брошенная хозяйкой на муранина собирается умереть, он приходит и спасает ее. Все узелки подобраны. Это нужно иметь целый какой-то план в голове. Но видимо такие мгновения они редко бывают в человеческой жизни. Они такие маячки, что ли. Я могу уверена, что такое же было с Шварцем. Он описывал, как он написал дракона, он очень быстро написал и обыкновенное чудо. И он точно совершенно знал, что там должно быть. Там по двору черняков особенных не было. То есть вещь пришла вся и сразу. Он до себя корил, он считал, что это очень плохо, что надо работать. Работать. как черная металлургия. Но ничего решительно не получалось. Если он не писал одну вещь вот так в месяц таким запоем, в порыв вдохновения, реализуя некий чудесный замысел, то он вообще ничего не писал и маялся, очень страдал. Что это за немота, надо же что-то делать. Вот Олейников так же говорит. Олейников вдруг его враг Николай Макар Чалейников и заберет его. Он тоже так страдал. Он редко писал и писал такие смешные острые стихи, а у него была масса замыслов. Он не мог их реализовать. Не мог. У него было что-то мешало, то ли он никак не мог отрешиться, не было у него такого чудесного, как у Шварца, свойства уходить от пены дней, совсем куда-то проваливаться. И вообще у него настрой был у Шварца необычный. Он же говорил, что это помогло ему, ему, он о себе в третьем лице написал, это помогло ему смотреть на людей, как на создание божьих. Смотрел на людей, как на создание божьих, кто олеников глядел на них, как на кучу дерьма. Это разные вещи, да. Но вообще-то об этой истории, что не справиться с замыслом. Был чудесный замысел, пришел, не получилось. Довольно многие пишут, оставили такие средства, что пытались, пробовали, ничего не вышло. О чем-то все время мечтал Чехов о какой-то крупной форме. романа, где было бы то и то и то. И он даже мог перечислить, что бы там было, а однако ничего не вышло. Не получилось решительно, но получилось многое другое великолепное, но здесь не вышло. Многое не вышло у людей, особенно если силы были невелики или терзала физически, или терзала какая-то болезнь. понимаете. Вот. Ну, есть, конечно, случаи, случаи какого-то нереального совпадения доступа к метафизике и совершенно явно что человек вдохновлялся бытовой как-то мелкой своей жизнью вдохновлялся огромными мифологическими образами центральными. И при этом он был крайне рационален высокотехнологичен. Это, конечно, Томас Манн. И то, что он оставил Томас Манн, это поразительно. Он сам говорил, что в Гуденброках и у него был первоначальный образ. Вот это черты, которые маленький Ганн Буденброк подводит под дословность своей семьи и говорит, что, мне кажется, дальше ничего не будет. Вот что-то он увидел этого мальчика. Вот. Как он многое видел из того, что смог написать и завершить. Как он видел вот эту умирающую Венецию, смерть Венеции, там приходит вот это было первоначальным толчком, что вот этот вирус, все заражено, все прекрасно, упоительно, и вместе с тем все заражено на каждом шагу смерти. Такой образ ему приведется. И, конечно, доктор Фаустос или Иосиф и его братья, мы увидим, что это никак не напишешь. не имея вот этого чудесного волшебного даже можно сказать, хотя Блок нам и говорил, что нельзя употреблять целого волшебного волшебного зерна, сказочного имени. Но сколько при этом нужно сил, времени, терпения, чтобы из такого грандиозного зародыша сделать не менее грандиозный роман. Но у него была идея, он говорит, я пишу, чтобы развлечь Господа Бога. ты такой конечно имеешь ввиду, то силы твои должны быть бесконечны, запас терпения должен быть бесконечен и умение прибавляться. Замыслы бывают, что так живут себе, живут и живут с писателем. Иногда они умирают, перезревают, выпадают, куда-то деваются, развеиваются. А иногда вот так вот с ним живут, потихоньку подрастают или не подрастают, требуют воплощения. А там уже все зависит от индивидуальности человека, как, дескать, ну, на что силенок хватит. Тут тоже такая, понимаете, есть несовместимость между литературическим, критическим подходом и творческим. Вот. Я помню, что Чехову как-то написал человек из провинции, умный, ученый, что вся прогрессивная общественность приветствует ваш поворот от панцентризма к антропоцентризму. Что такое? Чехов разозлился, терпеливый, краткий Чехов разозлился и не в нервном. Сказал, дело не в панцентризме, не в антропоцентризме, а в размерах дарования. Вот. Я понимаю его, значит, восклицание, что там, где вот такому технологическому рациональному уму мерещится что-то сознательное, что вот взял это, они всегда знают, что писатель хотел сказать, а он, библия, совсем ничего не знает. ему хотелось просто избавиться от этого попавшего у него вот этого разрастающегося зерна ментального и понимал, что вот он должен. Почему он должен, он не может сказать и так далее. ну, вот, а из него там вынимают разные теории, но это уже из него вынимают. Совершенно понятно, что у Кавки был замысел, причем совершенно невербальный замок. Что это надо было увидеть? Увидеть все и сразу. И совершенно так, и вот он пытался, и ему все прекрасно удалось как перевести этот образ в слово, но все, что из него вывели, не знаю, сам он с интересом почитал это, без интереса, не знаю. Вот. Я одно время интересовалась этими книжками, которые вроде бы нам объясняют. Вот. А в результате вот что, что вот они нам в результате объясняют? Хорошо, когда есть какая-то сумма фактов, ну да, ты там читаешь. Вот Достоевский решил, вот он уже написал, вернулся с каторги. Прекрасно, мы все приветствуем возвращение Достоевского с каторги. Написал записки из «Мертвого дома». Правильно, правильно. Вот, когда и не надо никакого, собственно, приходящего к тебе тайного замысла. Ты был на каторге, но надо, конечно, не себя, ну, кого-то взять, героя, протагониста, и, значит, рассказать, потому что четыре года. Тут все, все отлично, прекрасная, прекрасная литература. Дальше. Записки из «Подпуле». Да, вот это уже, конечно, этот голос, который звучит уже у нас полтора века. Человек больной, я злочек, не привлекательный. Это кто-то к нему пришел, без сомнений. Хотя там еще такого вот сильного, оглушительного, зримого образа нет, а есть голос, интонация, вот это я человеческое, да. Хорошо, написал в это преддверие, значит, большой опытик нежеланно. Дальше он задумал роман, ну, там у Нижнего оскорбленного, это так, это продолжение еще «Бедных людей». А вот он задумал роман «Пьяненький». Почему Достоевский не пишущий задумал роман «Пьяненький»? Страшно интересно. Увидел кого-то. А, наверное, Мармеладова как раз и увидел, мне так кажется, своего героя из «Проступления наказания». Ну, как главного. И вот ему явился замысел этого романа, «Пьяненький», точно. Был такой замысел, вот те доказательства. Он написал, прося аванс, что... Прося аванс, что... Вагон, да? Да, у меня есть идея, даже кажется, у меня есть идея написать о современных вот пьяных людей, пьяненькие. Вот. А потом вдруг, я думаю, что это вот было под предлогом аванса, не было никакого вот каких пьяненьких. А пришел к нему молодой человек с окровавленным топором, конечно. А пришел, потому что он прочел в газете. И вдруг вот у него вот все сложилось, понимаете. И написано это так, что ты не забудешь это никогда, никакого. Топор прятал, прятал. Вот осыпается в голове, осыпается в голове очень многое. У нас очень многое. Прочел книгу, вроде хорошая, и ничего не вспомнишь. Но вот эту чертову книжку-то любой же помнит. Как шел, шаги считал, и что в заклад принес. Вот это был замысел. И он был такой, что он смел все эти прошения об авансах и всех этих пьяненьких там тоже. Да, как какая-то краска этого безумного города, безумного молодого человека. Только, конечно, очень, не очень-то человек такой тоже. Ангел с топором. Вот. Поэтому я и говорю, тут доверяем писателям, они иногда вот просят авансов по своей идее. И пойми, да, есть эти идеи или нет. А по самой по своей материи книги иногда понятно, что изначальный цельный замысел был. Потому что вот очень цельная получается книга. Цельная и обольстительная. Потому что она каким-то естественным ментальным путем рождена. Вот получилось зачатие, развитие и рождение. Вот. А рядом тоже неплохие книжечки бегают там. Ну, это заводные автобусы, понимаете, или какие-то даже космонавты. Но они сконструированы. Они очень красивые иногда бывают. И блестящие даже. И двигаются быстро. быстрее детей, которые еще. Но сравним мы это хорошо сделанную прекрасную игрушку с живым ребенком. Мы не сравним, мы скажем, что это разные вещи. Вот. Разной природы. и дитя трудно с ним как-то конкурировать в очаровании, потому что он живой. Ну, и у грушек таких, как у конструкторов есть своя привлекательность. С ними можно играть. Они нам что-то могут рассказать об устройстве того или иного. Короче говоря, я настолько хорошо отношусь вообще к литературе и даже к тем ее героям, которые там огромной славы не снискали. Знаете, как говорит у Чехова один персонаж, по-моему, Чайки Сурин, и маленьким литераторам быть приятно. Мне нравится эта словесность как вода во всех видах, что, ну, океан, море хорошо, и озеро, и река. Нет, ну, хорошо из крана и ваннах прекрасно можно прилечь и из чайника себе сверху палить. А в лужу? Какая замечательная? А в лужу? Особенно там у него, как у Олеши Владкин, так клево дразился, и она как-то вспыхнула. Лужа прекрасная вещь. По лужам можно бегать под дождем, особенно когда ты маленький. Нет, вот вода, так вот и словесность для меня, к вода, и мне нравится вот просто вот кто-нибудь обижает там и говорит, ну, это там писатель второго ряда. Мне так обидно становится. Вот вы ряды какие-то придумали, а мне вот нравится и такой писатель, и такой, и сякой. Я читала, мне был интересен. Я даже недавно Бабарыкина почитала, «Жертву вечерн». Он был страшно популярен, Бабарыкин. Но тут тот случай, когда, конечно, никаких замыслов. Ну, какой замысел. Был набор таких актуальных вопросов. Скажем, «Слободная любовь». Ну, без брака. Это было очень, особенно после Льва Толстого, страшно-страшно примачив. Вот он взял и там и сочинил «Жертву вечернью» у него назывался. Роман. Ну, какой там запонятный, что человек, как говорится, работает. в своем... Сколько у меня уже... Может быть, ну, к вопросам перейдем? Уже можно... Вот, хорошо. Короче говоря, я вам так скажу, что можно с замыслом, можно без замысла. Это очень... Что-то существует. Вот, если человек действительно хорошо себя ведет, с ним могут случаться разные необыкновенные происшествия. И, кроме того, мы, я думаю, при достаточно опытности чтения можем отличить вот произведения, в котором что-то такое, вот, что-то такое. Это совершенно не обязательно, что это великие произведения. Хотя, как правило, все великие произведения такие. Но совершенно несомненно, что такого рода художник с большим количеством замыслов от соприкосновения с метафизикой мира был Александр Гримм. Вот тоже его обзывают иногда, да? Что, дескать, он... Нет, это абсолютно необыкновенный писатель, несомненно, имеющий вот дело с замыслами, которые он я думаю, в виде зримых образов. Вот он видел, такой визионер, потому что бегущего по волнам можно только увидеть, плывущий корабль, визионерский, да, вот, с замыслами, и при всем том, что у него встречаются, может быть, какие-то неловкие обороты, и так, как-то странно пишут, да, в каком-то странном языке, какой-то перевод неизвестного. А тем не менее, мы всегда видим, я думаю, всегда видим то, о чем он пишет, мы его понимаем, вот, и понимаем, что там вот некая все-таки материя, вот, все-таки муза не муза, но что-то к бедному алкоголику пролетало. В отношении замыслов есть книги вечные, замысел родился давно-давно, и несмотря на то, что много всего произошло, а по-прежнему, вот она такая, как будто это случилось буквально сегодня. А есть книги, которые я читаю, которые я знаю, что когда-то в своей эпохе были большими, и они потеряли актуальность. Это имеет какое-то отношение вот к этой естественности ткани? Или это совершенно из другой оперы? Почему одни книги живут долго-долго, и связано ли это с тем, что замысел был рожден по-настоящему, а какие-то книги отживают свои умирали? Я думаю, как раз, что естественность вот этого процесса зарождения в ментальности в слове, как зарождается во плоти, во плоти, что так вот зарождение имеет прямое отношение к тому, переживет ли книга свое время. Но кроме замысла надо, чтобы писатель с замыслом справился, чтобы родилось именно вот то, что он почувствовал, чтобы первоначально это счастье он не забыл, чтобы он, у него хватило таланта, сил, терпения и веры в свое дело, потому что на самом деле все, весь мир это кладбище погибших замыслов. Понимаете? Очень много, а сколько людей молодых получало эти замыслы и ничего с ними не делало, понимаете? Завтра, послезавтра и так далее. Сколько людей, которые предали свой талант, получая замысел, они пускались в какую-то конъюнктуру своего времени, шли на контакт именно с его пеной. Так как великие произведения, они вбирают в себя время, совершенно от него не зависят. Что Лемель Голивер, что с ним может быть вообще? Он у нас 400 лет, сколько он там у нас подплывет? Сказалось ли там, мы в примечаниях читаем, что Джонатан Свифт, он был таких мнений, и в этом параграфе он изобразил, а это нам совершенно наплевать, как на Гвельфов и Гибелинов Данте. Но мало ли, что уже все не восстановить в памяти, что там было Гвельфом, он был Гибелином. У нас есть создатель итальянского языка, Данте, с верили, что он действительно видел. Не бывает, чтобы человек сел и написал «Круги Ада» и в последнем ледяном озере концерт Иуда. Это, наверное, что-то прямо такое получило, дальше у него хватило всего, и там есть намелки какие-то, но все стерлось и не существует. Конечно, осталось то, что превышает заботы только своего времени. Осталось то, что говорит о человеке. О человеке. Например, Гульвер. Человек есть меньшевый, а он человек. Человек, его мера роста. Вот он этой своей нормальностью английской, несколько педантичной из Англии измеряет тот фантастический мир, в который попадает. Это описано так, что один раз прочтешь, и ты уже никогда не забудешь горящих лошадей этих. Никогда. Но, понимаете, есть вещи какие-то полезные для своего времени, интересные, может быть, и занимательные, и пользу они, может быть, приносят. Татьяна Ларина, вот романы, которые читала Татьяна Ларина, Анна Радклиф, там, Ричардсон и так далее. Это была полка уездной барышни. Ну, какой там вред от этих романов? Значит, она воображала себя, она бежала от пошлости жизни, и она стала такой чудесной. Не просто баня по субботам, грибы и так далее, а вот еще поиски идеала и мечтательности, чистота несомненная. Вот она такая прелестная, и Пушкина ее любит, и сам Пушкин любит, и очень злится на друга своего мнения. И она, вот это французские романы, вот, и их читала вся Европа, эти французские, английские романы, но французские. Ну что же, и ничего страшного, подрастали такие, во-первых, язык хорошо закреплялся, они по-французски, по-английски умели, дворянские люди, но еще, когда читаешь романы, а потом в эмиграции как пригодилось-то, когда, да, на букву, дворянское образование-то как пригодилось, он на уроки давал, теннис английского, прекрасно, вот, так что есть такой корпус литературы, который хорош в свое время, вот, и в этом нет ничего страшного, обидного, ну, не каждый день появляется Данте или Шекспир, ну, что делать, это вынашивается все над нацией, вот, другое дело, если вообще отбросят, эту задачу, создать, вот, создать что-то необычное, если просто будут клепать, как этот Кот Довинчи, да, бестселлеры клепать, и все, и что, а другая часть уйдет в такое, вот, самоублажение, что человек пишет, уже, вот, понятно, и только ему и жене, и то, и то не наверняка, вот, такие фразы длинную страницу, и нырнешь, и не выныриваешь, и думаешь, что-то действительно, что-то как-то, как написан Люмиль Гулливерт, но там вообще никак-то не мудрили, нельзя совсем уже вернуться к такому, вот, не знаю, я не знаю, для меня здесь вопросов, больше, чем ответов, я только, не хочу осуждать вот этих эфемеров, как их называет Александр Секацкий, что есть эфемеры и посмертники, что эфемеры получают одномоментно и все сразу, а посмертники у них растянут фемиан на долгие годы, а сумма одна и та же, но ты или все сразу получаешь, или потом, или, значит, долгие-долгие годы, вот, повторяю, что мне словесность кажется таким упоительным совершенно явлением, что если взять только самые-самые великие произведения ими ограничиться, то чего-то все-таки ты лишишься, у каждого все-таки писателя свой какой-то свой поворот, свое что-то, вот, и совсем вот такой, знаете, жесткая ротация, да, мы оставляем, как там любит Академия наук, 100 произведений и все обязательно прочесть, ну, 100 произведений это так мало, все-таки надо, ну, хотя бы тысячу, вот, и тогда, понимаете, тогда картина будет шире. Да, пожалуйста. Татьяна Владимировна, скажите, пожалуйста, а бывает ли так, что творческому замыслу предшествует пошлый умысел или вообще в основе был сначала пошлый умысел и появилось такое произведение, прям такое гениальное, что даже нельзя заподозрить, что там он был изначально? Думаю, что пошлый умысел нет, я думаю, это вряд ли. Вот так вот пошло. Мастер Маргарин. А что там пошлого-то? Все. Умысел, все. Нет, 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 как-то пошлость это некая такая обывательская гадость, это что-то стертое, а там все оригинальное. Все пошлое. Нет, нет, там не было, такого не было, там все оригинальное, там все придумано впервые, может быть, ее потом заездили. А дневник Сатаны Андреева, у него это было? Блогаков просто своровал. Да, но там все же с разным результатом. Дело в том, что дневник Сатаны это жалкое произведение, совершенно невозможно читать. Да какая разница? если ты из этого делаешь шедевр, то... Нет, нет, тут просто какая-то путаница у нас в понятиях, вот, можно... Существует много сочинений о Диаболе. Весь романтизм был оправданием Люцифера, но не получилось. Художники совершенно не то сделали, что задумывалось. Романтизм, конечно, оправдание Люцифера, поэтому это идея романтическая и много разных-разных. Если прослеживать судьбу идей или судьбу каких-то концепций в человечестве, отношения людей тем или иным образом, то тут очень много мы можем найти всяких разных произведений, но тогда мы будем их рассматривать не как художественные тексты, а как выражение этого отношения и так далее. Но если мы наслаждаемся словесностью, то как наслаждаемся питьем и едой, когда пьем вино, не будем думать, особенно из каких химических веществ оно состоит. Когда мы наслаждаемся словесностью, у нас другие тут совершенно идут в ход рецептора. Понимаете, пошлого умысла у великого произведения быть не может. Нет, совершенно. это невероятно. Это могут приписывать или измышлять, или сам писатель над собой может подшутить. Ну, могут быть побудительные мотивы. Как, например, нечего есть. Снес в заклад последнюю Женину юбку Ф.Н. Достоевский. Ему нужно быстро что-то написать. Но Достоевский случай самый легкий. Он весь кишит замыслами. У него дико быстрый, значит, шустрый ум. Он, кроме того, что гений, он еще очень сообразительный человек. Поэтому у него замыслов, вот, как говорит Никита Михалков, вот сколько, как пельмени. Какая всплывет, так, значит, и берем. Вот у него какая-то всплывает, надо расплатиться с долгами. напишет это или другое, или третье. Тут, понимаете, человек набит. И, в общем, конечно, таковы были почти все наши классики. очень странное случилось с Гоголем. Странный, дико странный Гоголь. Все, что с именем Гоголя связано, всегда очень странно. У него же, без сомнения, была диканька как замысел все петербургские повести. И потом вот эти мертвые души, с которыми он... Вот этот загадка второго тома. вот я считаю, что его не было. Что он просто всех дурил. Он же уже с ума сходил. Он там жил у Аксакова, там, в Италии, там, да, да. И он так себя странно вел. Тут слово странное и тут главное. Осталось же много воспоминаний о нем. И вот мне кажется, то, что в последние годы это описание человека, который ничего не делал, не работает. С ним что-то случилось. С этим замыслом что-то случилось. Он с ним не справился. Если он был именно таков, как он говорит. А мне так кажется, что замысел был первого тома и все. А вторую мысль о том, что надо показать идеального человека, идеальную еще чего-то, это были вот его прекрасные такие самонакрутки. Это было из мира идеалов, а не идей. Надо бы, да, очень надо бы, чтобы вместо Павла Ивановича Чичикова у нас был бы, да, какой-то совершенно невероятный и прекрасный исправившийся совершенно замечательный. по-моему, вот это не пошло, но это фальш пескамищик, который и не должно было быть. Ее и не было, и ничего он не сжигал. Если сжигал, то какие-то крайне неудачные наброски черновики. Он просто не мог это написать. Это было не в характере его дарования, и не пусывалось ему таких видений райских. так что, вот я говорю, могут быть мотивы, это побудительные мотивы, там, нет денег, или, как в пушкеме слов, внимание, женщин есть, единственная, может быть, цена, наших усилий. Это тоже, конечно, самооговор. Приятно прочитать что-то красавица, но, понимаете, приятно прочитать что-то красавица, за это еще не истекает, что тебе 18 лет, а ты пишешь о коморе дуб зелен. А как-то красавица может обойтись и меньшими, меньшими усилиями. Им там красавица мало что надо. Да нет, но лукоморье дуб зеленый было написано всей России. Понимаете, всему миру, они красавицы. Где этот код, который может быть всем красавицам, которые только были, есть и будут. На всяком случае, адресат этого произведения, он какой-то широкий. И очевидно, что, конечно, он не думал особенно о гонораре, какой-то там. Был гонорар, но достаточно скромный. Так что у Пушкина не было пошло умысла, было, как говорится, резвился еще. Как на солнце резвиться, как он веселый, такой, гениальный животный. Так это Руслана Людмила. Вот. Так что трудно различить, потому что они же, писатели, люди причудливые. Они часто и привирают, и говорят, значит, чего не было. Но я не верю, что в результате пошло умысел, он все равно исчезает, когда появляется великий замысел. Когда появляется великий замысел, он сжигает, мне кажется, выжигает на какое-то время. Из человека все ненужное. Если он с этим замыслом справляется, то, возможно, будет еще другой замысел. А если не справляется, то бывают у нас эти трагические истории, понимаете. Бывают и трагические истории, там, авторы одного произведения или люди, сильно деградировавшие по мере разных нетворческих соображений. Ну, по всяким приметам. То есть, ну, всякие бывают варианты. А вы ждите чудо. Спасибо. Вот сейчас происходит то, что называют депрофессионализацией литературы. В каком смысле? В том самом пушкинском, в том, что литература перестает быть, так сказать, основным видом заработка. И можно было бы предполагать, что это как-то отразится вот эта вот свобода от денег литературы свобода от гонорара. Более или менее, конечно, условная. Но, тем не менее, очень мало сейчас можно назвать писателей, кроме тех, кто работает в жанровой литературе, детективы, мелодрамы, женские романы и все. Такое, которые бы, у которых это был бы основной базовый кусок хлеба. Но бывают еще, конечно, случаи такие счастливые, вот как у Гузарьяхиной. Но их тоже, в общем, немного. Литература дело совершенно не кормящее. И, так сказать, for living, для основного куска хлеба приходится заниматься чем-то еще. Вот, казалось бы, что это должно было все отразиться на качестве литературы современной. То есть, она должна стать более свободной, может быть, какой-то более полетной, может быть, более интеллектуальной. должны были бы как-то эти все вещи, эта независимость, она, кажется, должна была бы дать какие-то плоды. А, в общем-то, в целом, в среднем, в больнице этого не произошло. Мне кажется, почему, как вы думаете? А, понимаете, все-таки процессы идут более медленнее, чем в культуре, в литературе гораздо медленнее. Скажем, культура всегда живет тем, что 30 лет назад было. Запасом этим, запасом технологии воспроизводства вот этого субъекта культуры и так далее. Вот позднее советское время это то, что сейчас. Вот то, что там закладывалось. И вы можете проследить все, все это есть. Даже темы, сюжеты, люди, вот сама атмосфера, очень многое. Есть и новая, но есть и база. Так что то, что сейчас происходит, скажется не завтра и не послезавтра, потому что еще, понимаете, пишут люди совсем классики какие-нибудь, да, которые и не зарабатывали никогда ничего. Но Людмила Петрушевская когда она зарабатывала-то с большим трудом одну пьесу, любовь ее играли, она привыкла, все, абсолютно, ничего не было. Она привыкла, что совсем недолгое время у нас зарабатывали-то, понимаете. У нас Пушкин положил это вот там начало, какое-то время небольшое количество людей зарабатывало. Потом был советский колхоз, когда тоже было как... а потом вот эта эпоха, когда платили за жанр и так далее. Все должно было к этому прийти. Но, во-первых, писатель может зарабатывать литературным трудом, но не вот этим, недовольным художественным творчеством. Он вполне может идти писать сценарии ток-шоу, сериалов бесконечных очень много. Там мельницы работают беспрерывно. подрабатывать редактурой, журналистом. В общем, разными-разными видами словесности. Ну, так сказать, на нижней кромочке. Там есть определенный спрос. Да даже какой-нибудь там составить бумагу какую-нибудь по презентации или... И то нужен человек грамотный, который изложит дело. Такие люди всегда нужны. То есть, заработать он может. Далее. А зачем писать 20 книг-то? Напиши одну. Напиши своего Гулливера. И все уже будет хорошо. Представьте, 30 человек напишут по Гулливеру. 30 Гулливера. Все мы за чтением этого. Для того, чтобы написать какую-то одну великую книгу, ведь совершенно необязательно написать сначала 100 плохих книг. Да многие так делали. А под Приво, который Манон Лиско написал шкаф целый. Шкаф провалился, осталось только Манон. А можно написать сразу Манон, минуя шкаф. Понимаете? Вот таким путем пойти. Жесткая ротация, строгая селекция. Дать себе установку на шедевр. Очень мало кто. Сейчас дерзких-то людей мало. Может быть, они появятся еще и так далее, поскольку это не будет связано с заработком, не будет пошлого умысла. А красавицы уже совсем ничего не читают, а просто говорят, давай бабло. Значит, эти пошлые умыслы отпадают. И остается только, а я хочу штурмовать небо, оседлать пегаса. Где моя муза? Пролетай, расскажи мне об Селенной, и я все запишу. Может, какие-то дерзкие люди. Тогда у нас будут, будет одна, человек пишет одну, но саму настоящую книгу. А то сейчас, конечно, значит, вот работают они. Все работают по этим материалам, и то есть как-то все это, конечно, хорошо, но слушайте, ну, не фабрика, все так скучно как-то. Это же начиналось как что-то такое, книга одна, она в Библии называется, и все. А что остальное? Остальное это что-то такое, понимаете, давайте-ка я вам расскажу о том, как было, потому что если я не расскажу, никто вам не расскажет. и я вам расскажу. И столько вы там очаровательного, какой-нибудь там опулей. Ну, что он для денег писал. Это же просто было, он же просто сам сидел и хохотал. Сам писал, сидел и хохотал. Это все, что наслаждение какое-то человек должен получить от от того, что он выдумывает. А если он работает, вот какое наслаждение. Ну, работа такая. Одни в офисе сидят, другие там у станка стоят, а третьи. Вот такая была концепция, советская была такая концепция. Понимаете, в результате остались, и многое осталось, но остались те, кто не то, чтобы не работал, но во всяком случае, что-то было в этом, во всяком случае, это было хотя бы кустарное шитье, а не фабрика металлических изделий. Так что я думаю, во-первых, знаешь, у Чеколога с ничем не выбишь, литература будет продолжаться, а если вместо шкафа книг люди будут писать по одной книге, так и хорошо. А у меня как вы пишете? Каждый день? Бог с вами, я как что вы, это вот ужас, это работать. Это Дина Рубина, может быть, это и хорошо, но я так не могу. Нет, я как Шварц, конечно, я импровизатор, потому что я пишу довольно быстро, я могу вот это, если я могу петь, а за два дня написать. А сейчас вот идет у меня в Петербурге в Театре на Литейном такой монолог называется Фердыщенко. Гениально совершенно играет мальчик Денис Пинов. Это второстепенный персонаж идиота Фердыщенко. Я его оттуда извлекла. И он у меня произносит так, на полтора часа, где он все события идиота и все, без всяких искажений. он говорит, я написала, ну и Достоевский. А где я, где Достоевский, даже шов не видать. И люди так, значит, в потрясении, потому что там, я его писала сутки, вот, но я знала точно абсолютно, что, что, как он, что он должен говорить. Он у меня был, этот Фердыщенко, и он со мной говорил. И я написала, он за сутки написал, и все, и хорошо. Но, во-первых, состояние полного изнеможения. Я просто потом в умрак упала. Вот такая сосредоточенность на чем-то, вот такая высокая очень. И что-то бродило, бродило, а вот раз, и вот он идет. Но каждый день нет. Каждый день это было разноскучно. Я пишу уже эту критику часто, очень часто. Пару раз в неделю. Ну, так это как «Зайц» на барабану, конечно. Ну, так это газета, газета «Дело военное», делается на коленке, там, что я сразу соображаю, годится, не годится, и так далее. Это какой-то определенный уровень труда. Я поддерживаю. Были вещи, конечно, долгие, когда я писала почти год, скажем, она что-то знала такой роман, почти год, я садилась, то есть не то, чтобы работала, вот это, но он просто большой замысел, и она такая, довольно толстая для меня книга, там, собственно говоря, четыре романа в одном романе, это так называемый роман о тетках, она что-то знала. Тут пришлось, да, а вообще, конечно, если, и меня терзают вот эти невоплощенные замыслы, вот они явились мне, и их довольно много, и я живу под этим, они укоризненно очень приходят и качают головами, понимаете, и они во мне жут, а только какая-то вся забитая вот чем-то, понимаете, неспокойная, и мне надо от них избавиться. Вот, когда я избавлюсь от всех замыслов, ну их там, по крайней мере, пять-шесть, вот тогда, наверное, я умру. А как вы считаете, сейчас момент упадка литературы или наоборот взлета? Ну, мне кажется, я не вижу взлета и не вижу упадка. Мне очень нравится, что вообще как-то мы выстояли. Ну, я определяю, так, корпус русских литераторов примерно 80-90 человек. на хорошем уровне. Вот. Хорошем уровне и работают. А этого вполне достаточно для словесности. А когда спрашивают про генерал, ну, подождите, во-первых, неизвестно, может быть, мы кого-то проглядели, нам кажется, что... А вот он... Пока что они очень приличные уровни, совершенно никакой литературе не уступают. и союз к литературе не уступают послевоенной. Поэтому ни взлета, ни упадка, а гений, гений, не знаю. Я не берусь определить. Каждому хочется надеяться, что... Последний вопрос, честное слово. А вы верите в то, что справедливость существует и что каждая хорошая рукопись, каждая гениальная рукопись обязательно всплывет на поверхность? Мария, не берусь утверждать точно, потому что есть несправедливости. Есть. Ну, существует. Но нет правил. В основном, да. В основном замечательные вещи так или иначе находят свою аудиторию, пусть не при жизни автора. Автор очень часто ничего не получает. И повелось это с Еврипида. Первым неудачником был Еврипид. Эти получили все из Хилл, софокол, издевавшийся над Еврипидом Аристофан. Красиво было со стороны, но тем не менее. Еврипид от современников получил довольно мало, а потом все больше и больше. Вот сейчас Еврипид у нас стоит вровень с Хиллом и софоколом. Он был лузер. Никак, особенно никто не сходил с ума от Шекспира. Он был один из мельзавитинцев. Хороший, хороший драматург, не лучший. Марло, не... Потом началось вот это вот. Потом оказалось, что нет, лучше. Ну и так далее. Ничего не получил от своей огромной славы Сергея Довлатова. Ничего. Вот он, кажется, даже вот он умер, и на следующий день его книжки вышли из России, и вот началось просто огромная по-русски размашистая, глубокая, сильная настоящая страстная любовь к мертвому уже Довлату. Вот. Ну, это вот самый такой близкий пример. Вот. Так что бывает, что отложенная слава, вот эфемеры и посмертники, бывают отложенные слова, бывают вещи, которые в своем времени совершенно не так смотрятся, как, скажем, тот же Александр Грин, который пришелся в 60-е годы с их молодежной романтикой, мечтой. 60-е годы это полный расцвет Грину, а совсем не то, когда он был в втором-третьем ряду, когда было вообще не пробиться. Очень много было знаменитых писателей. Ну и так далее. Я не знаю, сколько будет свободных людей с досугом в будущем. Не затрут ли нас какой-то с такой способ жизни, где у нас даже и досуга-то не будет. Но если будут состояния, и они будут наследоваться, то у нас, в общем, образуется какое-то количество людей, можно сказать, новых там дворян, у которых будет досуг, у которых, может быть, будут сидеть в каких-нибудь загородных домах. И если они не будут сами что-то писать, во всяком случае, с интересом будут почитывать. Да, возможно. Тогда, может быть, какие-то несправедливости исправятся. Но я, например, со своей стороны, как участник этого отряда литераторов, так говоря, 80-90, все время какие-то затеваются коллективные проекты, там, русская матрица, литературная матрица, или русские дети, или сейчас ушло в Москву, в Москву, вместо встречи в Питере жить, когда вот видишь, что у тебя сколько собратьев, приятно. Но еще что, что какие-то имена, вот, скажем, литературной матрицы к ним обращаются снова писатели о них пишут, писатели о писателях. Скажем, я в литературной матрице написала про Гайта Газдану, которую я обожаю, обожаю. И мне страшно нравится, что он тоже такой неудачник, что вот Бунину досталась Нобелевская премия, на боку всемирная слава, а Кастану не досталось ничего. Он был таксистом в Париже. У него довольно много книг, я очень люблю «Ночные дороги». Это такого не бывает, это проза, невероятная проза. Вот, и вот когда я написала о Газданове, я понимала, что, ну, вряд ли у меня будет прям так уж много читателей, вот этот, четвертый том по литературной матрице, но мне было приятно думать, что я написала про такого хорошего писателя, но вдруг кто-нибудь прочтет и получит колоссальное наслаждение так вот потом проверит, насколько я точно написала про Газданов. В общем, проведет время совершенно в раю, потому что это, конечно, райские занятия. Спасибо. Спасибо. Спасибо.